Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В селе Беседы установлен памятный камень в честь исторических событий, происходивших на его территории. Пусть это место, оно станет в точке притяжения и для местных жителей, и для наших гостей. В Ленинском городском округе продолжается акция «Наш лес, посади свое дерево». Это очень правильное и благое дело, потому что, во-первых, жители сами принимают участие в озеленении своего микрорайона. Во дворце спорта прошел турнир памяти видновского шахматиста Сергея Кузнецова. Я, если проиграю, то проиграю, проиграю. Это же просто турнир, он будет еще много раз. В Ленинском городском округе появилась новая достопримечательность. В селе Беседы установлен памятный камень в честь исторических событий, происходивших на его территории. Каких, об этом расскажет наш корреспондент Максим Козлов. Времена и события, в честь которых в селе Беседы решили установить памятный камень, происходили в то время, когда на этом месте и села-то не было. Появилось оно как раз благодаря важному историческому моменту в судьбе русского государства. Было это в далеком 1380 году. Накануне Куликовской битвы великий князь Дмитрий Донской получил известие об огромном Мамаевом войске, которое движется на Москву. После этого он решил на берегу Москвы-реки собрать Беседу, то есть военный совет. Жители села Беседы коллектив сплоченный возникшую идею по установке памятного камня поддержали. А сама идея возникла более трех лет назад с подачи староста поселения Надежды Шпитонковой. И совершенно случайно. Однажды я пошла за водой, иду, смотрю, идет школьников. Целая бригада, говорю, что-то ребятишки к нам идут интересно. И вдруг они останавливаются вот на этом пригорочке. Экскурсовод начинает с ними беседовать. Село Беседы. Почему называется село Беседы? Как все это было? Я этим заинтересовалась. И оказалось, что вот сегодня нашему селу 640 лет. Кстати говоря, церковь Рождества Христова в беседах, которая находится в непосредственной близости от этого места, также была возведена в честь событий 1380 года. Теперь в селе есть новая достопримечательность. Памятный камень появился в беседах при непосредственном участии администрации и депутатов Ленинского городского округа. Установка памятника производилась силами муниципальной компании «Дорсервис». Просто была просьба жителей и, естественно, просьба главы отреагировать, помочь сделать памятник. На всю работу ушло порядка около двух недель. И на эту всю работу около 10 человек. После торжественного открытия памятного камня над ним был произведен обряд освещения. Присутствующий на церемонии глава Ленинского городского округа Алексей Спаский отметил, что увековечивание исторических событий важно для жителей муниципалитета. Это любовь к малой родине, без которой любовь невозможна к родине большого. Пусть это место, оно станет точкой притяжения и для местных жителей, и для наших гостей. Пусть прославляет и село Беседа, и Ленинский край. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжается акция «Наш лес, посади свое дерево». Очередной площадкой стала Березовая аллея на улице Завидная. В ходе экологического мероприятия было посажено 20 деревьев. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Березовая аллея вдоль просторного пешеходного бульвара, расположенного на Завидной улице, была посажена год назад. За это время она успела стать любимым местом для прогулок горожан разных возрастов. Посадить на аллеи именно березы была инициатива местных жителей, так как эти деревья росли здесь раньше. Правда, сейчас хотели бы немного разнообразить. Хотелось бы чего-то более основательного, типа сосен, либо хвойного дерева, потому что они и здоровье несут, и детишкам будет приятнее. То есть запах, хочется хвои, кедр. Не знаю, насколько наша полоса подходит под эти деревья, но хотелось бы что-то вот такое. 22 сентября здесь состоялась экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево», в которой приняли участие представители администрации муниципалитета, депутаты и жители микрорайона. Здесь сегодня мы высаживаем 20 берез на той аллее, которой вообще планировали высадку и, собственно говоря, производили высадку в прошлом году. Но есть такой коэффициент неприживаемости. Те деревья, которые у нас не прижились, мы сейчас производим замену и по обязательствам гарантийным самого подрядчика, поставляющего саженцы в прошлом году. Как отмечают специалисты, на посадку одного дерева они тратят около трех минут. К акции присоединился и заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. В рамках этих акций мы учли все пожелания жителей, которые просили озеленить, совместно определили именно эти места не каким-то хаотичным способом, а именно по заявкам наших жителей. Это очень правильное и благое дело, потому что, во-первых, жители сами принимают участие в озеленении своего микрорайона. Во-вторых, мы сажаем деревья, делаем красивую, экологичную ту территорию, где мы проживаем. Я ежегодно принимаю в этом участие с огромным удовольствием вместе с жителями. Стоит отметить, что в этом году из-за пандемии коронавируса ежегодная акция «Наш лес, посади свое дерево» проходит в ограниченном формате, с соблюдением требований безопасности. Активное участие в экологическом мероприятии приняли ребята из Видновской школы номер 10. Вероника Былукова сажает березы на этой аллее уже второй раз. Девятиклассница признается, что потом очень приятно наблюдать, как оно растет. Идешь и каждый раз замечаешь это дерево, проверяешь, все ли там в порядке, на месте. Есть такая какая-то ответственность, как будто это, не знаю, домашнее животное, что-то такое. Всего на территории Ленинского городского округа было высажено около трех тысяч саженцев на 27 площадках. Следующая посадка деревьев в рамках акции пройдет в деревне Картино. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Социальная программа губернатора Московской области для пожилого населения «Активное долголетие» около года успешно реализуется на территории Ленинского городского округа. В рамках программы работает несколько направлений. Одно из них – спорт. Наш корреспондент Юлия Пагасьян побывала в классе дыхательной гимнастики, чтобы узнать, чем она полезна пенсионерам. Три раза в неделю свое утро видновщанка Любовь Савинова начинает с дыхательной гимнастики. Спорт и прежде был в ее жизни, но раньше за приятное удовольствие приходилось платить. Порой немалые деньги. С появлением в округе социальной программы «Активное долголетие» у нее есть возможность посещать занятия бесплатно, что, безусловно, под спорье для пенсионерки. У нас платился коллектив. Все такие бодрые, веселые, довольные. Я не знаю, хохочем, смеемся еще, когда на улицу выходим. Ну, вообще замечательно. И, главное, все это бесплатно. Так что вот будем молодыми и красивыми. Молодость и красоту пожилым видновчанкам помогает сохранить руководитель спортивного направления программы «Активное долголетие» Вера Белякина. В ее арсенале несколько классов. Настольный теннис, бассейн, скандинавская ходьба и дыхательная гимнастика. Последняя подходит для людей всех возрастов и не требует специальной физической подготовки. У нас занималась бабушка, ей было 79 лет. Поначалу тяжело даже поднималась с коврика, и мы все бежали ей помочь. Но она настолько была, действительно, мы все ее настроение, когда в коллективе, это очень здорово, когда занятия в коллективе. Она говорит, мне не надо, я хочу сама. И буквально, наверное, я не знаю, сколько там, занятий 5-6, бабушка наша наравне со всеми занималась. Комплекс упражнений несложный. Длится около 10 минут. Повторяется 3-5 раз в зависимости от физических возможностей каждой пенсионерки. Процесс тренировки под контролем специалиста. Дыхательная гимнастика способствует похудению, улучшению работы опорно-двигательной и дыхательной систем. Дыхательная гимнастика мне лично помогла во время самоизоляции. Я ею регулярно занималась. Дома? Конечно, дома делала 2-3 раза в день. Как чувствуешь себя, немножечко упадок сил, она еще чем хороша, она очень хорошо придает силы, бодрости. Казалось бы, спокойные упражнения, ничего особенного, никакой физической нагрузки особенно нет. Но бодрость после этой гимнастики вот такая. В классе дыхательной гимнастики две группы. Одна занимается три раза в неделю, понедельник, среда, пятница. Другая – два раза, по вторникам и четвергам. Для обеих групп занятия исключительно в утренние часы. Начало в 9.30. Посещать гимнастику могут все желающие пенсионеры округа. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во Дворце спорта состоялся турнир памяти видновского шахматиста Сергея Кузнецова. В нем приняли участие как совсем еще юные спортсмены, так и уже маститые шахматисты. Наблюдала за игрой и наша съемочная группа. Турнир памяти мастера спорта по шахматам Сергея Кузнецова проводится в муниципалитете уже в пятый раз. В этом году сразиться в самом интеллектуальном виде спорта, несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку, съехались не только местные шахматисты, но и игроки из других населенных пунктов Подмосковья. Сегодня мы практически только с одного пушкинского района пригласили. И, естественно, ребята играют сегодня и в масках. Помыли перед игрой руки, естественно. Мы играем быстрые шахматы или рапид. То есть у каждого из соперников по 10 минут, плюс каждый ход у них добавляется 5 секунд. Поэтому партии заканчиваются достаточно быстро. За один день мы сыграем целые турниры из 7 туров. Среди участников были шахматисты самых разных возрастов. Самому маленькому 6, самому взрослому Халиту Дадаеву 79. Из них 60 лет он играет в шахматы. Азарт такой, ну как спорт. Остановится, да? Даже не знаю. Очень приятно, когда играешь, выигрываешь, получаешь какие-то радости. Многие участники турнира уже довольно опытные шахматисты. Все настроены на победу, но и к проигрышу относятся не как к поражению, а как к полезному опыту. Проигрыш как воспринимается? Как то, из чего следует извлечь урок. Это всегда так было? Или это вот с опытом? С опытом, да. В возрасте лет, скажем так, 8-9 принимать не хотелось. Но потом пришлось осознавать, что это тоже часть карьеры. Я если проиграю, то проиграю, проиграю. Это же просто турнир он будет еще много раз. Помимо массы положительных эмоций от игры, каждый участник турнира забрал с собой памятный приз, а победители – дипломы и кубки. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. На сегодня новостей больше нет. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова